Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях победитель муниципального этапа областного конкурса Леди Бизнес Подмосковья Екатерина Паташон. Здравствуйте, Катя! Здравствуйте, Мария! Поздравляем вас с победой! Спасибо большое! Первая ступенька, но не последняя. Я знаю, что сейчас идет подготовка к областному этапу и мы очень рассчитываем повторить успех прошлых лет, когда Ольга Селезнева завоевала пьедестал областного конкурса Леди Бизнес. Очень рассчитываем, что вам удастся повторить ее успех. Вы как оцениваете свои силы? Я сама стремлюсь к этому. Для меня пример Ольги Селезневой является таким показательным. Мне бы очень хотелось достичь такого же успеха. Мы готовимся к этому усиленно, в том числе и с консультациями Ольги Селезневой. Так что я надеюсь, верю в наши силы и буду всеми своими силами добиваться победы нашего округа. Вы сразу приняли приглашение стать участником этого конкурса. Не было страха? Страх был, конечно, был. Но, с другой стороны, это был и вызов, и это было и доверие, оказанное, в принципе, молодой бизнес-леди в городе Единцова. Поэтому я с удовольствием, немного побоявшись, но с удовольствием приняла это предложение. И было очень приятно, когда я стала победительницей нашего муниципального конкурса. 15 марта исполнилось ровно год с того момента, как вы открыли свое дело в нашем прекрасном городе. Выбрали его, я думаю, не случайно. Вот хотелось бы немножко, чтобы вы рассказали сегодня об этом проекте, как родилась идея. Я напомню, что вы являетесь руководителем Центра дневного пребывания, досуга и творчества для пожилых людей вместе. Да, все верно. Нам действительно вчера исполнился ровно год. Мы открылись в очень непростом 2020 году. Но, тем не менее, несмотря на все его сложности, и это тоже был своего рода вызов, мы смогли вот пока что успешно их преодолеть. Идея родилась из желания и понимания, что пожилому человеку нужно общение. И, собственно говоря, во главу угла в нашем Центре мы ставим именно это, живое общение. А также мы считаем, что человек даже в очень взрослом возрасте должен и может развиваться. И мы со своей стороны делаем все возможное для этого развития. Неоднократно съемочная группа телеканала была приглашена на различные мастер-классы, праздники, которые проходят у вас в Центре. Я бы хотела, чтобы сейчас мы посмотрели сюжет о том, как проходил Яблочный Спас, а потом продолжим наш разговор. Такие разные и аппетитные пироги. Пенсионеры собрались за большим столом, чтобы не только пообщаться, но и научиться готовить штрудель по особому рецепту. Умеем и пироги, и там все, но это еще не делали. Штруделя еще не делали, поэтому очень интересно, очень хочется. Все, что я не знаю, мне нравится постигать. Зинаида Александровна любит готовить, поэтому и штрудель у нее получился отменный. Рецепт прост. Тесто фило, нарезанные яблоки, корица, сахар и ароматный пирог готов. Яблоки и все ингредиенты можно смешать вместе. Кто-то может там добавлял творог, украшал сверху. Фило тесто мы складывали в два слоя и заворачивали как рулет. Подворачивали уголки, мазали в конце маслом сверху, чтобы пирожкам придать более такой яркий и красивый цвет. В духовку на 20 минут и можно подавать к столу. Яблочный спас – это такой очень традиционный праздник, корнями уходящий в глубочайшую славянскую традицию, древнеславянскую традицию. Это праздник фактически был первого урожая. 19 августа, по старому стилю 6 августа, собирали первый яблочный, в том числе, урожай. И по христианской традиции это преображение Господня. Представители торгово-промышленной палаты и общественной палаты округа поздравили бабушек с яблочным спасом и вручили подарки. Молодости вам, здоровья, и чтобы вы такие были всегда веселые, как сегодня. Жизнь рада. Наша акция предназначена для того, чтобы сплотиться старшее поколение и молодежь, чтобы показать пример, действительно, что нужно общаться, нужно больше встречаться, нужно больше проводить времени и любить друг друга. Кулинарный мастер-класс, приятные подарки, чаепитие в теплом кругу. Гости надолго запомнят этот праздник. Насколько легко включаются пожилые вот в такую активную работу? Насколько они легко социализируются? Вы знаете, достаточно легко. В принципе, я уже упоминала об этом, им очень хочется общения. И когда они видят, что мы расположены, что мы открыты, что мы принимаем их всей душой, не побоюсь даже этих высоких слов, они начинают делиться, и они очень быстро вливаются в наш коллектив. У нас сейчас много новых людей, которые очень органично вписались в нашу дружную семью, не побоюсь этого слова. Вот все-таки вы как считаете, что успех на муниципальном уровне конкурса «Леди Бизнес» это вот все-таки потому, что идея зашла, вот, с самого проекта. Как вы оцениваете? Ну, когда общались с членами жюри ППР. Да, да, скорее всего, да, да. Это была идея, ну, она и есть достаточно новая. Собственно говоря, насколько мне известно, мы вообще в первый, если так можно сказать, детский сад для пожилых в Московской области, в Одинцовском городском округе. Да, действительно, новая идея, она интересна, она перспективна. И, наверное, послужила таким вот критерием. Звучит очень мило. Я знаю, что неофициально вы так и называете свое детище. Детским садом, да. Свой центр, но самое главное, что ваши гости серебряного возраста находят каждое себе занятие по душе, как построен их день? Чем они занимаются? Как вы насыщаете их график? День у нас достаточно насыщенный. Начинаем мы его с обнимашек, обязательно. Приветствия обнимашек. Потом у нас идет лечебная физкультура и разминка. После чего мы играем в подвижные игры, либо игры, связанные с развитием памяти, внимания, эмоционального интеллекта. У нас в обязательном порядке гимнастика для стоп и гимнастика для пальчиков рук, потому что ничто так не укрепляет нейросенсорные связи между полушариями головного мозга, как именно мелкая моторика. И мы очень много активностей проводим, именно задействуя наши пальчики. Причем желательно обеих рук одновременно. Даже пишем двумя руками сразу. Левой рукой, а потом двумя руками сразу. У нас гости занимаются музыкально-интонационной терапией. Это связано с раскрытием и работой над разными отдельными легких и развитием дыхания, что очень актуально, скажем так, в свете существующей ситуации. Обязательное чаепитие и общение, обязательные прогулки, обязательные творческие или кулинарные мастер-классы, обязательная арт-терапия. Кроме того, проходит кинотерапия. Это когда мы просматриваем классиков. Вот в последнее время мы смотрим Антона Павловича Чехова и потом обсуждаем. Кроме того, у нас бывают познавательные часы, литературные вечера. Мы занимаемся подготовкой к театральной студии. То есть у нас в планах открытие театральной студии. Сейчас идут небольшие наработки в этом направлении. А день они заканчивают музыкальной релаксацией. Это когда под классическую музыку в тишине и спокойствии они могут вздремнуть. Вот созданы все условия. Какой отклик вы получили? Прошел год. Самый главный отклик для нас – это оценка наших, как мы их называем, девушек, наших гостей, нашего центра. Они говорят, мы чувствуем, что вы нас любите. Мы приходим сюда, как домой. Мы здесь раскованы, раскрепощены. У нас куча интересных занятий. Мы узнаем столько нового, сколько мы не узнавали. И я думаю, что это просто высшая оценка тому, что мы делаем. Весна в самом разгаре. И, конечно же, в вашем центре состоялся прекрасный праздник. Как готовились к нему? Как выбирали активности, сюрпризы для ваших воспитанников? Нам поступило предложение от Оли Селезневой сделать подарок. День красоты, приуроченный к 8 марта подарок нашим дамам, связанный с красотой. И мы с удовольствием приняли его, и наши барышни были в абсолютнейшем восторге. Помимо этого, к нам приехали дети из студии «Первый кадр», киношколы «Первый кадр». И мы организовали такое взаимодействие, можно сказать, всех поколений серебряного возраста. Нас, как взрослого поколения тоже, юных девушек и детей. Мы играли, мы соревновались, у нас был творческий мастер-класс. Наши дамы учили девочек делать творожные печенья. Потом у нас была совместная трапеза и общение. Потом дети нам читали стихи. И три часа пролетели просто как одна минута. Это было действительно очень-очень интересное общение. Предлагаю окунуться в атмосферу праздника и посмотреть сюжет, как это было. Да, с удовольствием. Вам нравится? Ну, все здорово. Укладка, макияж и коррекция бровей от профессиональных стилистов. Весной любая женщина хочет обновления, красоты и внимания. И возраст не важен. Весна, надо же расцветать, надо быть красивой. Хочется же. А здесь вот есть такая возможность, мы очень благодарны этому. Будем еще красивее. После таких процедур улучшается настроение, уходит зимняя хандра и даже здоровье налаживается, говорят главные героини встречи. На необычном празднике в честь наступления весны женщины серебряного возраста смогли забыть о годах. Юные девушки, красавицы, которые занимаются красотой наших дам и дети. Подарок, посвященный, наверное, весне, 8 марта, весне в душе, не только в природе. И дарят радость нашим гостям, нашим дамам, прекрасным. Вот по случаю вот этого весеннего, такого настроения, весеннего праздника. Еще один подарок – знакомство с юными гостями, ребятами из киношколы. Оно прошло в увлекательной театрализованной игре. Команды разных поколений разыграли друг для друга пантомимы. С первых минут подружились и стали общаться на равных. Словно никакой разницы в возрасте и не было. Это необходимо как и для пожилых людей, так и для наших детей. Ценность поколения, взаимоотношения, понимание, уважение. Прививаем такие качества, которые необходимы, я считаю, всем нам. Очень люблю свою бабушку. Она вообще не строгая. Я обожаю свою бабушку. Мы с ней все готовим. Мы блины с ней готовим, мы с ней гуляем. Люблю свою бабушку. Любите бабушек и помните, им нужно ваше внимание. Екатерина, буквально через несколько дней в Одинцово пройдет женский форум. Вы тоже принимаете в нем участие, как и остальные бизнес-леди Одинцовского городского округа. Насколько сильное сегодня это движение? Насколько сильны сегодня женщины-предприниматели, на Ваш взгляд? Я считаю, что мы очень сильны. Нас много и нас становится все больше. И направлений женской деятельности, женского предпринимательства становится все больше. И они становятся все шире и интереснее, и разнообразнее. Я считаю, что наше движение – это просто действительно прекрасный пример сотрудничества, взаимодействия внутри нашего сообщества. Нам есть, что показать и чем поделиться друг с другом. И главное, чем друг друга поддержать. И пока мы вместе, мы сила. То, что касается форума, насколько действительно интересна Вам эта форума? Форума – это очень интересная форума, потому что… Что она дает? Она дает живое общение. Это, во-первых, с учетом того, что у нас происходило в прошлом году ввиду пандемии COVID-19. Это особенно важно, особенно актуально. Когда ты общаешься человеком глаза в глаза, это совсем, конечно, иной формат общения и иное качество общения. Плюс мы знакомимся друг с другом, потому что нас, как я уже говорила, становится все больше и больше. В онлайн формате мы остаемся друг для друга немножко обезличенными. А форум нам даст возможность встретиться, взглянуть друг другу в глаза, пообщаться, наладить новые контакты, новую дружбу, новое сотрудничество. Женский форум проходит под кураторством торгово-промышленной палаты округа, как и конкурс «Леди бизнес» в Подмосковье. Насколько крепко Ваше сотрудничество, насколько действительно торгово-промышленная палата позволяет сегодня малому и среднему бизнесу подняться и достичь новых высот? Я считаю, что участие торгово-промышленной палаты Одинцовского городского округа в жизни бизнеса и нас, как бизнес-леди, сложно переоценить. Это действительно тот партнер, то плечо, на которое можно полагаться, чьей поддержкой в любой момент можно заручиться. И я лично приношу благодарность торгово-промышленной палате за сотрудничество с нами и за поддержку всех нас, всех бизнес-леди Одинцовского городского округа. Конечно, глядя на Одинцовских бизнес-леди, таких хрупких, красивых, очень сложно поверить, что они настоящие акулы бизнеса. Но это так. Вот все-таки Ваш совет тем, кто сомневается открывать свое дело, не открывать. Стоит пробовать, не стоит пробовать. Может быть, остаться просто домохозяйкой и заняться воспитанием детей. Или попробовать себя совершенно в другой сфере. Дерзнуть, попробовать и всецело надеяться на поддержку сообщества, потому что Вы его получите. Потому что мы вместе. Потому что мы вместе. Спасибо, Екатерина, за интересную беседу. Спасибо Вам, Мария. Желаем Вам, конечно же, победы на областном конкурсе «Леди бизнес Подмосковья». Будем болеть и держать за Вас кулочки. Спасибо большое, мы будем стараться. Спасибо Вам, Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok